Туризм. Смотрите, у нас, на всю нашу большую страну, только 17 миллионов человек являются счастливыми обладателями загранпаспортов. Конечно, среди тех, у кого этих паспортов нет, есть, наверное, несколько сотен, а может быть и тысяч человек, которые говорят, да не был я нигде, и не нужно. Не хочу я в эту гееропу, у нас тут лучше. Но в основном, будем честными, у людей нет паспортов, потому что у них нет возможности выехать куда-то и посмотреть на мир, что в общем-то естественно для человека. Денег у них нет, не хватает им их зарплаты и пенсии для этого. Из этого числа сейчас исключили 3-4 миллиона человек, это сотрудники силовых ведомств и госкорпорации, которым настоятельно рекомендовано, а по-русски говоря запрещено покидать пределы Родины. Эти люди привыкли путешествовать, у них есть для этого средства. Они в большинстве своем любят нашу страну и с радостью бы поехали куда-нибудь, но они привыкли уже к определенному качеству сервиса, они привыкли к тому, что ходить надо в туалет не на улицу, а к вкусному завтраку, в гостинице, к качественному гиду. Конечно весь этот поток, который устремился сейчас внутрь, он как напор воды, он стимулирует развитие туризма внутреннего, но к сожалению туризм не как грибы, он сам не растет после дождя, ему надо помогать. У нас странная ситуация вот в этом. У нас есть федеральная целевая программа по развитию туризма, которая предполагает финансирование проектов региональных, но она так сложена и придумана, что значительная ее часть остается на счетах. Регионы не могут воспользоваться этими деньгами. У нас какое-то странное двухголовое подчинение, этот несчастный туризм, с одной стороны вроде подчинен министерству культуры, который не понимает, что с ним делать, с другой стороны рост туризму, которое связано просто своим масштабом и у него тоже нет полноты полномочий. И что? Я когда встречаю туристических начальников, я им задаю тот же вопрос, почему Россия? Это единственное государство в мире, где нет, например, туристборд, то, что называется границей. Это институт, 51% которого принадлежит государству и 49% частного капитала. Он финансируется либо сбором с проданных койками из гостиниц, либо аэропортным сбором. И его единственная задача – пропаганда туризма на внешних рынках. Ну что мешает вот такой институт создать? Ни один самый сладкий российский регион, ни там чудесный Дагестан, ни восхитительный Байкал, ни Плата Путорана, ни Сибирь, никто не обладает средствами и технологиями для того, чтобы присутствовать на международных туристических рынках. Это, может, не бог весть, какая сложная задача, но она требует уже квалификации и знания. Что мешает это сделать? У нас обсуждают осознание каких-то кластеров. Вот сейчас поймай француза и англичанина и спроси его, что какие у вас кластеры во Франции? Я боюсь, что придется его извести, потому что он не сможет ответить на этот вопрос. Это что это? Зачем это? Там есть, как мне представляется, набор простых шагов, которые должно было предпринять государство для того, чтобы эта машина поехала, а это необходимо сделать. Существует такое представление о том, что один турист образует шесть рабочих мест. Хорошо, пусть не шесть, пусть хотя бы три, ну пусть образуют. А пока все вот как бы топчутся вокруг этого, а все говорят, прекрасная Россия, как бы хорошо ее посмотреть. И что? Знаменитая Камчатка и гейзеры. На гейзеры у меня нет ни одного человека, знакомого, который мог бы позволить себе оплатить вертолет три часа для того, чтобы долететь из Петропавловска, Камчатка, до гейзеров. Ну нет, это не по карману. Значит, товарищ государство должно этим озаботиться. Только после того, чтобы начнет происходить. А пока, ну да, будет некоторое развитие. Продолжение следует...